Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 21 тура Ла Лиги Реал Мадрид Леванте. Встречаются 2 и 11 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют да и 6 раз на тотал больше. Последние 2 очные матча были низовыми и нулевыми, но они были на поле Леванте. Последние 3 очные матчи на поле Реала были на обе забьют да. В последних 7 очных матчах у Реала только 3 победы при 3 ничьих и 2 поражениях. Статистика команд. Реал в последних 10 матчах имеет 6 побед при ничьих 1 поражение. Леванте в последних 10 матчах имеет 5 побед, 4 ничьих 1 поражение. Реал последние 3 матча отыграл на обе забьют да. Леванте последние 9 матчей отыграл на обе забьют да. не проигрывает последние 5 матчей, последние 3 отыграл в ничью. Как видим, в последнее время Реал Мадрид играет чаще низовые матчи, Леванты результативные, в которых и забивает, и пропускает. В предыдущем туре Реал взял реванш у Алавеса за поражение в первом круге, выиграв 4-1. У Сливочных полетело с первых минут, и все было решено в первом тайме, после которого счет был 0-3. Во втором тайме команды обменялись голами, на том и закончили. Леванты расписал ничью 2-2 с Вальядолидом. Основные события развернулись во втором тайме. Леванты атаковал больше и первым забил гол. В середине второго тайма Вальядолид выстрелил дуплетом, но хозяевам удалось с самой концовки матча отвоевать ничью. В последние годы Леванты очень даже неплохо играют против Мадрида, и в предстоящем матче далеко не все ясно. Игру первого круга выиграла команда Зидана 2-0. В последних трехочных матчах в Мадриде забивали обе команды. У Леванты идет серия на обе забьют дай с 9 матчей. Это явная аномалия для левантийцев. Реал расстрелял в предыдущем матче с Алавасом половину своей обоймы. Вряд ли если Леванты будет так же все легко залетать. Буки явными фаворитами ставят хозяев, считая, что матч должен получиться очень результативным. Тут запросто можно брать тотал меньше 3,5 за очень высокий коэффициент 1,87. Леванты последние два матча отыграл на тотал больше 3,5. Никогда в этом сезоне Леванты не играл три матча подряд на тотал больше 3,5. В последнее время Реал очень полюбил дома счет 2-0. Три матча из последних четырех домашних. У Леванты нарисовалась серия из пяти матчей на тотал больше. Это тоже очень много. Как видим, здесь многие факторы говорят в пользу того, что много бы голов команды не должны бы забить. Плюс к этому нельзя исключать очередной сложной игры для хозяев, в которой они могут недосчитаться очков. Конечно, вероятность этого невысока, но она достаточно существенна, чтобы с ней считаться. Из связки ставок тотал меньше 3,5, обе забьют нет, победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет, 2,24, на тотал меньше 3,5, 1,87, на победу хозяев 1,35. Ставить на победу Реала в таком матче за 1,35 вряд ли имеет смысл. Потенциальные риски явно неадекватны такому коэффициенту. Тут уж если играть на результат, лучше тогда взять плюсовую фуру на гостей. Например, победу гостей с фуры плюс 2, которая дает более высокий коэффициент 1,55. В последних десятиочных матчах Леванты лишь один раз проиграл на 0,3. Ставка на обе забьют нет, очень привлекательно, имеет высокий коэффициент и шансы примерно 50 на 50. Ее можно играть, кто любит оправданный риск. Мадрид давно не побеждал на своем поле Леванты в сухую. Самое надежное же выглядит ставка на тотал меньше 3,5 за 1,87. Она и коэффициент имеет неплохой и очень хорошие перспективы. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. Если бы дядь Юра делал ставки, он бы наверное поставил на тотал меньше 3,5 за 1,87. На что ставить вам? И ставить ли вообще, решайте самостоятельно. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Спасибо.